Ребята, и начинаем биатлон. Биатлон, я напоминаю, состоит из двух шуток, которые говорит команда, и потом микрофон переходит к другой команде. Итак, начинаем с команды КВН. Наверное, давайте начнем с проспекта энтузиазма. Близорукий кролик спаривается только с очень настойчивыми самками. Имеет место быть. Пожалуйста, вторая шутка. Повар-борец кидает стук петрушку через куриное бедро. Это веселая вещь. Пожалуйста, джастуй. Девочка Лена была самая красивая в районе. В районе штуки штуки 200. Ахиллес купил кусок пензы, пошел в душ и умер. Очень жаль. Я все еще думал, что я жив. Идем дальше. Петровский бульвар. Пожалуйста. На новогоднем утреннике у девочки порвалось платье, и только половина лисы в слезах убежала из артового зала. Вторая. Вторая. Питон из гальнера съел пять кроликов и стал похож на большую зеленую черепаху. Отлично. Идем дальше. Игорь, пятница за спиной. Выпускников спецкласса, где учились саперы, разбросала по свету. Замечательно. Позитив. Полиция выложила вконтакте фотографию, где грабители в масках крадут украшения. Пять кавказцев отметились на фотографии. Игорь, сейчас, уважаемые жюри, решите, какая команда покинет нас отъем на 0,4 балла. Кстати говоря, может быть, штрафной кругом. Он имеет место быть, но если вы совсем уж не уверены, конечно же. Штрафной круг Петровский бульвар и проспект «Энтузиаста». Отлично. В семье волейболистов при разводе ребенок остается с отцом. И это все в подаче матери. Отлично. По одной шутке? Да, да. По одной шутке. Идем дальше. Глава администрации Константиновска сэкономил на салюте. И тысячи горожан зря удалились телефонов в прошлогодний салют. Спасибо. Слушайте, теперь я надеюсь... Но у нас еще есть. Выбрали. Петровский бульвар покидает. Пороший анонсельсмен. Петровский бульвар покидает. Покидает. Кто готовится к конкурсу фристайл. Остается у нас три замечательные команды. Они очень многочисленные. Наверное, самые многочисленные. И, пожалуйста, кто начнет, кто готов, джаз дует. Готовы? Да, я всегда готов. Отлично. Ну, начинай. О, еда. Тут рандом. Хорошо. Пафосная корова дает молоко только мажорам. И вторая такая. Пост-гри в городе Константиновске оштрафовал кортеж Путина на 500 рублей. Константиновск. Город-герой. Замечательно. Проспект энтузиастов. А маяк Акапян не надел презератив и подцепил Сим Соловьев на свой Ахалай-Маталай. Грузинские обувщики, в отличие от армянских, на своих ботинках делают носы немного длиннее и чуть-чуть изящные. Ну, что же замечательно. Идем дальше. Что ответит пятница? Двадцать третий. Игорь, пожалуйста. Расход трактора 30 литров на 100 километров. Расход тракториста примерно такой же. 2. Говорящая собака, которая не хотела идти гулять по дождю, так и сказала своему хозяину, не выводи меня. Ну вот, прекрасно, прекрасно, опять-таки завершала круг, и мы выбираем одну команду, если хотим штрафной круг, конечно, мы можем, но желательно, конечно, выбрать уже, потому что ребята волнуются, волнуются, ребята очень. Давайте поддержим, аплодисменты, спасибо, все команды штраф на круг, по одной шутке, да, ну, по одной шутке, давайте, поехали, проспект энтузиастов начнёт. Готовы, джазду? А он хитрый, а он хитрый. Хорошо, готов? Поехали. Палач на казни в этот раз очень старается, ведь на площади присутствует его мама. Так мило. Дальше. Проспект энтузиастов. Готов. Девушка, которая с самого детства общалась с одними пацанами, не стесняется фразой «Расчутляй роганку, воробелеки». Здорово. Игорь, ваш ответ. Это интересно. Максима Галкина зачали под песню «Арлекина». Вот это вот судьба, вот это судьба. Ну, выбрали. Единогласно «Джаздуит» покидает нас. Спасибо вам за этот замечательный конкурс. Вы молодцы. Действительно, и вот такой пацан. Я говорил вам, да, что это будет. У нас давайте встретим его немножко. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько здесь проехал? Сколько это шуток? Шесть. Две. Извините. По три шутки мне подсказывают. Роман Шишкин. Спасибо, Роман. Я ему верю. И я тоже. Настоящий грузин, когда ест пельмени, кешит себя, что это всего лишь маленькие хинкальки. Вчера в Москве был задержан человек, некий М. Галкин, воровал бабушек, красил и плыжит свет и заставлял делать «О-о-о-о-о-о». Потом дверясь, тогда все на порядке. Прежде беда, встать. Директор сауны. Время от времени нет-нет-да-да. Это был «Проспект. Энтузиаст». Слово этого, благодарим за его три. Присела в 5 сентября. Настя забеременела ни в то время, ни в том месте. В 5 утра в Полерман. И сына без задачи. Девушка, постиравшая одежду кокаином, села вместе с вещами. Во время программы новостей одна девушка родила ребенка. Специально для Антона Верницкого. Прекрасны, мне кажется, три шутки были сейчас. И мы, если готовы, уважаемые жюри, вынести свой блик, то сделайте это. Если не готовы, то мы можем еще подождать. Немножко. Чуть-чуть совсем. Вот, столичко. А есть еще по одной шутке у команды или нет? Есть, а Камиль улыбается. И Игорь кивает, а Камиль улыбается. Камиль вообще лучший парень, молодец. Читает книжку сейчас. Все, не надо шутки, давайте единогласное решение жюри. Пол 0,9, десятый хобби команды. Ну это прекрасно, обнимитесь, ребята, аплодисменты им. Спасибо, возьмите руку. Действительно молодцы. Спасибо вам. Камиль, спасибо вам. Игорь.